В последние годы для бизнес-сообщества всего мира были непросты. 2021 не исключение для еврейской автономии. Как предприниматели области вели бизнес в условиях пандемии, какие меры поддержки им оказывают, расскажет генеральный директор фонда инвестиционного агентства ЯО Михаил Олегович Юркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала ЯО показал второй по России результат по работе с самозанятыми. Как сейчас организована эта работа и как поддерживаете таких предпринимателей? Самозанятые – это новая категория субъектов малого и среднего предпринимательства, либо лица, их называют применяющие налог на профессиональный доход. И в этом году мы развернули самую активную работу по вовлечению самозанятых граждан мерами поддержки. Соответственно, фонд микрокредитования разработал специальную кредитную линейку для самозанятых. До 500 тысяч рублей под 0% годовых самозанятые имеют возможность на два года взять микрозайм. Кроме того, мы в этом году провели впервые форум для самозанятых. Он прошел 17 декабря. Соответственно, лучшие спикеры Дальнего Востока присутствовали и вели с утра до 18 часов определенные мастер-классы и занятия. Рассказывали о том, как продвигать свой бизнес в сети интернет, каким образом завоевывать покупательскую аудиторию. Ну и делились определенными историями успеха. Кроме того, мы активно оказываем, как индивидуальным предпринимателям и иным субъектам малосреднего предпринимательства, консультационные услуги. Также самозанятые имеют возможность пользоваться услугами по изготовлению и прокату рекламных роликов, рекламе в сети интернет, в социальных сетях и так далее. И 15 декабря на сетевом совещании в Министерстве экономического развития, на котором я присутствовал очно, собственно, как и все руководители российских центров «Мой бизнес», заместитель министра Илюшникова Татьяна Александровна поблагодарил Евреевскую область за успешную работу с самозанятыми. Мы по числу вовлеченных самозанятых мерами государственной поддержки заняли второе место в Российской Федерации. Нас опережает лишь Республика Татарстан. Я считаю это закономерным результатом работы. Спасибо всей команде инвестиционного агентства и, соответственно, и правительству области, и губернатору области за особое внимание к малому и среднему предпринимательству. Вообще, какие меры поддержки сегодня оказывает агентство для предпринимателей, самозанятых и не только? Вот вы уже обозначили консультационные услуги. Я видел, что и семинары, и вебинары в очень удобных формах, очень действенные, на мой взгляд. Да, период пандемии заставил нас адаптироваться, и мы применяем новые формы взаимодействия. Это онлайн-конференции, онлайн-круглые столы, онлайн-семинары, онлайн-совещания. И, соответственно, в том числе и в совмещенном формате, вот компания «Деловая среда», с которой мы сотрудничаем с 2018 года, я напомню, после подписания соглашения на Восточном форуме, мы внедрили и реализовали, ну, такой бинарный формат. Это два дня очных мероприятий и порядка трех дней онлайн-мероприятий по обучению и семенному продвижению в социальных сетях. Ну, традиционно эти семинары и другие пользуются большим успехом у предпринимателей. Мы продолжили работу по направлению «Мама-предприниматель», да, и, соответственно, в этом году прошел третий очередной форум «Мама-предприниматель». 20 проектов было представлено на суд жюри. В этом году в инвестиционном агентстве мы приняли решение, учредили свой специальный приз, помимо призов 100 тысяч рублей от фонда АМВЭ, и, соответственно, одна из участниц получила 30 тысяч рублей, в частности, она самозанята и работает, и ведет бизнес в своей столярной мастерской, так называемой, столярной хендмейт. Она получила 30 тысяч рублей от инвестиционного агентства в качестве приза, так называемого. Ну, мы продолжаем, естественно, консультационные услуги, мы продолжаем работу по организации услуг по сертификации продукции, особенно дорогостоящим видом, например, сертификации является сертификация спортивных объектов, и мы одному из наших предпринимателей возместили достаточно серьезную сумму затрат, почти половину затрат из тех, что он законтрактовался с исполнителем, и это, естественно, является существенной помощью бизнесу, потому что любая экономия на собственных затратах, она может быть потрачена на иные цели. Ну, и традиционной популярностью пользуется популяризация работы услуг, в том числе и с холдингом Reabir. Мы активно сотрудничаем еще с рядом телекомпанией, рядом компанией, которые реализуют рекламные проекты в социальных сетях, телеграм-каналах, радио, естественно. Это самая востребованная услуга, и мы продолжим работу по ее предоставлению в следующем году. Получаете ли обратную связь от предпринимателей вот именно по вот таким масштабным рекламным компаниям, потому что, не побоюсь этого слова, действительно масштабно, это и радио, и телевидение, и наружная реклама, и интернет, все вместе? Конечно, да, мы получаем отклики, они выражаются в росте клиента потока, прежде всего, ну, так называемая конвергенция, да, результат клиента поток. Несомненно, в период пандемии нужно заявлять о себе, и я считаю это прекрасной возможностью без собственных затрат заявить о себе в области и постоянно поддерживать клиента поток через узнаваемость своего продукта, своих услуг, своего бренда, там и так далее. Мы в том числе поддержим и самозанятых, и начинающих предпринимателей, и сельхозтоваропроизводителей, ну, и отдельно я хочу сказать, конечно, экспортеров. Здесь тоже есть чем гордиться. По результатам совещания в Российском экспортном центре с 13 по 16 декабря, работа нашего центра поддержки и экспорта признана лучшей в первой группе центров экспорта. Ну, первая группа – это относится к центру экспорта в регионах с развивающимся экспортом. Ну, в частности, объем поддержанного экспорта составил почти 3,8 миллиона долларов США, и по показателю число экспортеров мы также первые в этой первой группе – это 103 экспортера. А, как мне помнится, в 2018 году, когда мы только открыли центр экспорта, пользователем наших услуг являлись 37 экспортеров, ну, то есть динамика… Из ЯО. Да, из ЯО. Налицо. 37 компаний-экспортеров, сегодня их уже 103. То есть здесь мы видим, что число предпринимателей, вовлеченных в экспортную деятельность, оно взросло. Ну, к стыду своему, наверное, я всегда привык, что если говорят про экспортеров, это у меня всегда лес и соя. А что экспортируют вообще? Ну, традиционно, да, еврейская автономная область, к счастью или к сожалению, ассоциируется, как вы сказали, подметили, с лесом и соей. Но, к счастью, это не только лес и соя. У нас сегодня активно выходят на международные рынки компания «Кульдорский бруситовый рудник», которая, как все знают, занимается добычей и экспортом бруситовой руды и ее обработкой. Вот, в частности, они участвовали в бизнес-миссии недавно в Республику Беларусь, и их продукция вызвала интерес у агропредприятий, а также у предприятий, занимающихся производством удобрений из торфа, в частности. Кроме того, это, собственно, наши, так называемые, хендмейт-мастера, ну, всем не безвестны, Виктория Денихова, которая, собственно, изготавливает продукцию, сувенирную с национальным оттенком и колоритом. Она пользуется спросом и работает на маркетплейсах, торгует, хотя немного, но в пяти странах мира. Германия, Польша. Ну, немножко, но пять стран мира. Немножко, да, немножко, но торгует. Кроме того, производитель меда и продукции из меда Николай Хроменко с торговой маркой «Бедзен» сегодня тоже активно выходит на международные рынки. В частности, заинтересовались его продукцией по результатам ярмарки в Казахстане. Коллеги из Казахстана, и, собственно, он направил туда партию продукции на реализацию. И также по итогам бизнес-миссии в Беларуси проявили интерес к его продукции. Ну, здесь я имею в виду уникальные сорта меда дальневосточный. Это бархатный мед. Также он предлагает мед из четырех лип. Это дальневосточная манчжурская липа, липа гинка и широколистная, по-моему, могу ошибаться. Из четырех лип. Поэтому это не только лес и соя. Это в том числе и традиционная продукция нашей области. Чем она славилась всегда – это мед, собственно. И это сувенирное с национальным колоритом. После продолжительного затишия, как Вы сейчас и сказали, наконец-то возобновились бизнес-миссии и выезды в другие регионы, другие страны. Вот несколько слов об этом в 2021-м. Куда ездили, где представляли? Ну, мы представляли продукцию наших предпринимателей на московской выставке международной World Food Expo. Опять же, с продукцией наших медовиков, соевиков, в том числе и продукция компании Кима Дениса. Это чаи из местных трав и в том числе и мед. Сила тайги у него. Да, сила тайги, совершенно верно. Это бизнес-миссия на выставку в Республику Казахстан. Там был проявлен интерес к СОИ, причем проявили интерес к СОИ из Еврейской области представителей Киргизской республики, Киргизской торгово-промышленной палаты. Ну и недавняя бизнес-миссия такая обширная, обстоятельная в Белоруссию, где, как я уже говорил выше, проявлен интерес к продукции горной промышленности. Это Бруситу. А я напомню, что Еврейская область занимает второе место в мире по балансам и запасам этого уникального сырья. Содержание магния более 62%. То есть, и считаю, что за этим достаточно большое будущее, потому как компания имеет планы по глубокой переработке его на территории Еврейской автономной области. Если говорить о бизнес-миссиях, которые проходили в прошлые годы, многие предприниматели также принимали в них участие, а вот по прошествии нескольких лет, какие результаты, что-то может быть, к чему это привело? Если говорить о прошлых бизнес-миссиях, это 18-19, отчасти 20-й год, то, конечно, допандемийная работа, она охарактеризовалась гораздо более весомым объемом поддержанного экспорта. Это свыше 20 миллионов долларов США против 3,8 в 2021 году. Ну, я здесь имею в виду 18-19, 20-й год. Ну, и это тоже большая работа достаточно. 20-й год, конечно, внес свои коррективы, но в 20-м году мы приняли решение переводить активность по экспорту в маркетплейсы, в поиск иностранного партнера, ну, то есть без очного участия в стране пребывания. Это тоже дало определенные свои результаты, и уже в 21-м году мы определенным образом адаптировались. Ну, это связано с прививочной кампанией, да, потому как, например, въезд в Республику Беларусь требует однозначной прививки и QR-кода, иначе вы просто не сможете посетить эту страну. Все это понимаем, и, собственно, все члены делегации имели прививки, а иначе бизнес-миссия провалилась бы, на мой взгляд. Поэтому мы будем продолжать, конечно, эту работу. Наиболее эффективно себя показали точечные бизнес-миссии и услуга по поиску партнера, то есть такая таргетированная услуга в зарубежных странах. Губернатор Востислав Гольштейн включил вас в состав управленческой команды по развитию экспорта. Каковы будут ее основные цели и ваши функции конкретные? Цель, естественно, этой команды – это активизация, реализация экспортного стандарта 2.0 на территории Еврейской автономной области. Сегодня этот процесс вступает в активную фазу. Спасибо губернатору за оказанное доверие, мне и члену моей команды, руководителю Центра поддержки экспорта. Поэтому в данном случае мы будем развивать экспортный бренд региона и стремиться показывать, собственно, экспортные возможности для наших товаропроизводителей на развивающихся азиатско-тикианских рынках. Конечно, удручает ситуация с относительно закрытыми границами Китайской народной республики и определенными изменениями в части экспорта, например, продукции птицы. Но в данном случае, я думаю, мы будем всячески искать пути и адаптировать наш местный бизнес и подсказывать, то есть цель этого совета – подсказывать возможные пути по реализации продукции на экспортных развивающихся рынках. Ну, в частности, я хочу привести пример. У нас сейчас динамично идет стройка и развивается новый резидентор компания «ВТК Инвест». В планах выпуск шпона, фанеры, сушеного клееного бруса, сушеные калиброванные доски – это высокомаржинальные востребованные на азиатских рынках товары. Я думаю, будет достаточно серьезная прибавка в региональные и местные бюджеты. Мы посещали эту компанию вместе с членами правительства Рейскофтной области в ноябре месяце, и мы видим, что она динамично развивается, и это, собственно, является хорошим фактом. Также после долгого перерыва в этом году наконец-то состоялся Восточный экономический форум. Насколько я знаю, вы на многих уже присутствовали. Ну, это, наверное, логично. Каким он был для вас? Какую значимость сыграл для бизнес-сообщества ЯО именно этот форум в 2021 году? Форум 2021 года действительно состоялся после пандемического перерыва. Для нас он был серьезным в том плане, что было подписано соглашение между правительством Рейскофтной области, корпорацией развития Дальнего Востока и новым потенциальным резидентом общества с ограниченной ответственностью Флора, который планирует реализацию проекта по строительству тепличного комплекса. Здесь я хочу сказать, что Рячеслав Фернсич Гольдштейн, естественно, при своем непосредственном личном участии подписывал это соглашение и лично принимал участие в переговорах. И это, собственно, придает любому инвестору большую уверенность при входе в регион и при принятии решения о размещении своих инвестиций и активов на территории региона. Но, конечно, есть определенные проблемы, но я думаю, это проблема решаемая. Состоится совещание в том числе и по еще одному результату Восточного форума, а именно по реализации проекта биомедицинского кластера. То есть сегодня, при личном участии, губернатор решены вопросы с землей под данный проект. Сегодня уже имеется более 15 инвесторов, претендующих на земельные участки и планирующих реализацию свои инвестиционные проекты. И этот факт, конечно, не может не радовать. И я считаю, что это тоже одно из больших достижений Восточного экономического форума и руководителя нашей области в том числе. Но мы, как его команда, должны сегодня приложить все усилия для того, чтобы приземлить инвесторов на нашей территории. Потому как любой регион конкурирует за инвесторов. И, соответственно, чем быстрее реагирует управленческая команда, тем больше шансов о том, что инвестор выберет для реализации проектов именно наш регион. Ну, это подтверждает, в частности, результат инвестиционного рейтинга, озвученный на Петербургском форуме в июне этого года. Как мы все знаем, 14 место, то есть 14 группа регионов. Мы выросли в этом году относительно прошлых периодов. Это, несомненно, говорит о слаженности работы управленческой команды нашего руководителя, губернатора области. Уже в конце 2021 года можно с уверенностью подводить итоги деятельности инвестиционного агентства ЕАО. Какие были, может, новые направления открыты, реализованы новые проекты? Я хочу отметить, конечно, нашу работу как региональной гарантийной организации. Может, это сухая цифра, но мы сумели перевыполнить показатель в 56 раз. 56 раз. Собственно, под гарантии инвестиционного агентства в область было привлечено 160 миллионов рублей заемных средств. Вот наши предприниматели смогли ими воспользоваться в том числе и под со-гарантией корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Ну, со-гарантия – это совместное поручительство институционного агентства и корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Ну, один из таких ближайших крупных кредитов – это 80 миллионов рублей, одну из наших крупных, не буду ее называть, компаний, который был оформлен в режиме со-гарантии. Считаю, что это эффективный инструмент, он эффективно себя показал. С учетом всего пласта работы за три года, то есть с 2018 года по существующее время, гарантийная организация под свои поручительства и гарантии более 360 миллионов рублей смогла привлечь в экономику области. Несомненным достижением является работа нашей микрокредитной компании, потому как бизнес получил возможность кредитоваться под самые низкие проценты. На сетевом совещании в Минэкономразвитии мы были отмечены в числе регионов, которые в частности предоставляют самозанятым займы под самые низкие проценты, конкретно это 0% в год. То есть мы один из тех регионов, где принято решение самозанятым давать деньги в рассрочку на два года. Без переплат. Ну и что в будущем? Губернаторам принято решение создания фонда развития промышленности в 2022 году. Он, собственно, начнет свою работу, мы так полагаем, будет создан на базе микрокредитной компании. И наш бизнес получит возможность получать займы свыше 5 миллионов рублей по цели развития глубокой переработки леса, например, глубокой переработки пищевой продукции, медицины, фармакологии, ну и прочих перерабатывающих производств. Я считаю, что это тоже, несомненно, весомый и хороший позитивный шаг, достойный завершения 2021 года. Что касается проектов, то есть какие-то вы продолжаете реализовывать, вот как мама предприниматель. Интересный проект касаемо школьников, проект «Старт», который реализовали. «Старт», он, собственно, является логическим продолжением территории действий и поручения губернатора, ну и, собственно, и национального проекта «Малосреднее предпринимательство» по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Этот проект будет продолжен и в 2022, и в 2023, и в последующих годах. И, несомненно, мы в этом году решили шагнуть в районы и школы районов нашего региона. Этот охват мы будем продолжать и в будущем году. В этом году мы охватили Бирбиджанский район, город Бирбиджан. В будущем году мы планируем шагнуть с этим проектом в школы и средние учебные заведения остальных районов нашей области. Несомненно, это дает определенный эффект, в том числе он выражается в интересе к продукту «Старт» в фонде микрокредитования. Это, я напомню, миллион рублей, до миллиона рублей под 0% годовых. Поэтому, welcome, приходите, если у вас идеи по началу собственного дела. Ну и, конечно, один из самых интересных проектов – это гранты социально ориентированным предпринимателям. В этом году мы также провели для них обучающее мероприятие. И получение свидетельства о прохождении мероприятия велось обязательным условием при подаче документов для получения гранта. В объеме до 500 тысяч рублей на одного предпринимателя. И эта работа, естественно, будет продолжена. Кроме того, мы планируем по соглашению с Центром занятости нашего региона, мы его заключили в 2021 году, масштабировать работу по вовлечению безработных. Благое дело – начало бизнеса, либо регистрация себя как самозанятых. И по этому направлению, по линии департамента труда, также выделяются определенные деньги на начало бизнеса. Мы подключимся в части формирования бизнесовых компетенций. То есть здесь сработает программа азбука предпринимателя. По линии корпорации МСП мы тоже будем продолжать. И школа предпринимательства. Что ж, Михаил Олегович, на все ответили. В конце года хорошая точка, наверное, завершение будет. Это наше интервью. Вам желаю процветания агентству, реализацию всех планов. Нашим телезрителям напоминаю, что в гостях у нас был генеральный директор фонда инвестиционного агентства ЯО Михаил Олегович Юркин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин